Заседание 10 числа. Меня лично не допустили по одномандартному округу номер 6. Теперь надежда осталась только на партийные списки, где я иду вторым. Но на сегодняшний день они не приняли решение. Тянут резины. Хотя документы мы по партийным спискам подали самыми делами. Я хочу сказать по поводу первого, что тянутся списком. Нам господин Ёлкин говорил, что 10-го будет принять решение. Сейчас они переиграли уже и перед заседанием дали мне действительно уведомление. Я не знал. Я не знал об этом. Я на самом деле его тоже не прочитал, потому что я думал, что уведомление о сегодняшнем дне. Потому что до этого я не получал уведомление. Но это боксник. А другое мне... Мы задавали Ёлкину главный вопрос. Что вот есть у нас законы, которые они сами ссылаются. Там в пункте 2 сказано следующее. Соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной об обвижении кандидата. А кандидат считается выдвинутым. Приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные стоящим федеральным законом, и иным законом после поступления в нее, то есть в избирательную комиссию, заявление в письменном виде отведенного лица. Они не отрицают, что у них документы у них. Соответственно, они уведомлены все. Каким образом? Это уже второй вопрос. Теперь касаемо Евгения Викторовича. Он находился в помещении. Он отдавал лично документы. Но господин Ёлкин теперь говорит, что расписка якобы выписана в другую сторону. Но расписка доказывает о чем? О том, что документы всего лишь находятся в избирательной комиссии, а не том, кто сдавал. То есть физически, фактически, юридически сдавал он, а они ему говорят, что нету, не сдавал. По поводу уведомления, что он не будет открывать счет, он его также уведомил. Еще Ёлкин не хотел даже мне давать эту бумагу. Он говорит, что вам-то зачем? Вы же по партийному списку идете. Я говорю, что я хочу себе лично. А Евгений Викторович говорит, что я не буду открывать. Все, и мне выдали вот эту бумагу, мне и в обуви, получается, выдавали бумаги, только минут через 10-15 после того, когда я обратился. И еще один момент. Находясь, первый раз, когда мы пришли документы сдавать, получилось очень много документов, в рабочее время уже заканчивалось, и было принято решение. Есть запись этого момента. Сказали, давайте вы документы оставьте, и мы завтра какие-то документы донесем, и мы вам выдадим расписки. И когда мы пришли, на второй день, когда пришли сдавать документы, секретарь начала искать документы, и нам, как бы сказала, расписки у вас по... Глядь, нет, по сельским советам. Что она прям утверждала, мы документы вам выдали. А Иван Валерьевич сказал, нет, вы нам документы не выдавали. Не, потом выяснилось, что... А они начинают искать, папочки достают, и эти документы, которые нам расписки должны были вчера выдать, они их выдали через день. Они у них находились, они нам их не давали. Это к тому, что идет с этими расписками. Там тусовали, как хотели. Вот они утверждают, что я не получил, я не спросил. А это нарушение, что расписка оставалась... Документы были сдаты, уже ночь находились у вас. Двое суток. Двое суток в территориальной комиссии. А расписок у нас на руках не было. Они были у них. Они нам их не выдали. Да и сама расписка, она не дает никакой роли. Ну хорошо, понятно. Вот они не правы, да. Ваши действия дальше. Что вы будете делать? Нет, мы сейчас будем обжаловать. Это, естественно, все по каждому одномандатному в округу. То есть у нас получается из семи только зарегистрировали меня. В связи с тем, что я сам лично присутствовал, сам лично сдавал. Но Евгений Викторович в этот же момент сам лично сдавал. Вместе со мной мы находились двое. Ну а делать мы будем так. Ждем, у нас второй момент. Ждем партийные списки. По партийным спискам, если не включаемся в предвыборную гонку и вперед по району, как говорится... То есть вы не будете сейчас обращаться? Почему? Ну, правдите, да? Суд это все. В документы мы будем обращаться. А я имею в виду, что предвыборная гонка, она начнется и пойдет. Потому что Ян Валерьевич уже зарегистрирован, и мы, значит, всей командой будем работать на ИВОЕ, чтобы он победил по одномандатному округу. А также, если партийный список пройдет, то мы начинаем, как Иоанн Валерьевич всегда говорит, надо Евгении пахать землю. Мы будем пахать землю по району и сажать зернинки, которые должны дать расти и взрастить поле справедливости. Все-таки зарегистрируют как? Ну, меня просто смущает тот момент, что еще на два дня оттянули. Соответственно, я прям уверен, что сейчас эти два дня будут еще какие-то... Консультации. Юристы, да, будут просто под лукой выглядывать, какие могут быть там какие-то недочеты. Ну, неспроста. Потому что сам Йогик говорит, мы будем регистрировать вас максимум шесть дней. Ну, то есть, третьего, получается, был последний день. И то, опять же, почему мы третьего только смогли подать финансовый документ, потому что нам в пятницу был выдан с ошибкой. Точнее, не в пятницу, когда мы подавали партийный список, нам выдали разрешение с ошибкой. Слушай, меня Сбербанк его не принял. И мне пришлось получать новое. И я его получил только в пятницу. И, соответственно, в понедельник только смог открыть и расчет избирательный счет. А вот, смотрите, сегодня комиссию задержали и 30 минут, да, сказав о том, что кто-то там ездит с Красноярсками и никого не увидел. Нет, я видел вроде девушку или нет. Ну, это уже мы не знаем, нам не представили. Смотрите, а вы будете обжаловать решение, где вы? Будете в краевую избирательную комиссию писать жалобу? Я не могу точно ответить, да, на самом деле. Я буду... Я в суд, надо. Нет, да, если... Им можно жалобу писать, а не тоже. Жалоба это одно, а нам надо же добиться именно восстановления справедливого себя. Вот так.